Центр избирком сегодня утвердил форму бюллетеней для выборов в Государственную Думу, которую пройдут 18 сентября. Названия партии и их эмблемы будут расположены по результатам жеребьевки, которую в ЦИК намерены провести через неделю. После комиссия сможет сформировать сам бюллетень, который и получит избиратель на участках. Тем временем партия «Справедливая Россия» сегодня представила свой новый агитационный ролик. Это мультфильм. В основе сюжета — битва двух рэперов. Окси Миронова, под этим псевдонимом выступает лидер партии Сергей Миронов, и Зюгана. Этот исполнитель похож на руководителя КПРФ Геннадия Зюганова. Они спорят о будущем России. Зюганову, как рассказали на пресс-конференции, ролик до премьеры не показывали. Но «Справедливая Россия» надеется, что у коммунистов есть чувство юмора, и они не обидятся. Новая форма агитации, которую назвали «дебатл», рассчитана на молодежь. Когда мне это показали, я сказал, ребята, ну это как-то вообще не очень серьезно и вывивается из тех привычных рамок, в которых я привык вести и кампанию, и какую-то полемику. Но молодые ребята сказали, что ведь мы должны наши идеи в том числе до молодежи доносить. Такая форма более для молодежи интересна и перспективна. Но представители «Единой России» сегодня провели инспекцию крупных столичных торговых сетей. Обращали внимание на все и на качество товара, и на то, есть ли на прилавках продукты местных производителей. Еще одна важная тема — размер наценки, которую продавцы добавляют в закупочные стоимости. Сегодня торговые сети взимаются с производителя якобы за особые свои действия по хранению товара, по продвижению товара. Мы увидели, что этого нет. Но если за счет этого повышение цены и снижение качества производителя, это невыгодно вообще абсолютно. Поэтому наша задача разобраться, а торговым сетям пора выходить на траекторию какого-то честного поведения на рынке. Рынок — это не беспредел и не вседозволенность. Это нужно понять совершенно точно.